Глобальную конкуренцию сегодня выигрывают города и регионы, способные привлекать и удерживать человеческий капитал. Таланты мигрируют за качеством жизни, экономическими возможностями и самореализацией. Комфортная городская среда – один из ключевых факторов для роста конкурентоспособности городов. Томск – один из источников лидеров будущего, особенно для развивающихся стран. Сегодня город сам испытывает потребность в создании среды для удержания талантов. С учетом этого, команда профессионалов креативной индустрии из Нидерландов и России запустила инициативу LLT1. Это некоммерческий проект, направленный на создание общественного блага – среды, где жители, особенно молодые таланты, смогут найти возможности для самореализации. Это первый эксперимент в живой лаборатории Томска о том, как городские территории превратить в инклюзивные, наполненные смыслом общественные пространства, где развивается чувство свободы и собственности, и раскрывается дух предприимчивости молодых поколений. Проект соотносится с федеральным приоритетным проектом формирования комфортной городской среды, реализуемой в российских регионах с 2017 года. В фокусе проекта LLT1 – три молодежные улицы Томска – Усова, Вершинина и Лыткина. Здесь, кроме местных жителей, проживает 11 тысяч приезжих студентов из разных городов России и зарубежных стран. На этой территории они живут, ходят на учебу и проводят свободное время. Каждый год студенческое сообщество обновляется. Томск раньше других почувствовал изменения, которые характерны молодым поколениям. Представители нового поколения Z, предприимчивые и независимые, с высокими ожиданиями, имеют запрос на глобальность. Они быстрее взрослеют, и их главная цель – быть счастливыми и наполнить свою жизнь смыслом. Роль общественных пространств – стать третьим местом между работой или учебой и домом. Как создать место из пространства? Суть дизайна в том, как он способствует возникновению эмоциональной привязанности, ощущению комфорта и проявлению импровизации. В 2018 году мы сформировали консорциум партнеров из Нидерландов и России. В него входят архитектурные бюро, университеты и администрация. Совместно мы сосредоточимся на создании генплана с долгосрочной перспективой развития территории, проектировании отдельных общественных пространств, а также создании дизайн-решений для малых архитектурных форм. Другие мероприятия включают проведение общественных дизайн-акций на территории и создание стартап-долины. Мы формируем междисциплинарную временную дизайн-студию из будущих и практикующих специалистов. Гибкие команды внутри дизайн-студии работают каждую пятницу в течение 12 месяцев на базе Архитектурно-строительного университета в Томске. Вовлекаем совместный дизайн-пользователей и заинтересованные стороны, чтобы получить востребованный дизайн-решения и альтернативный подход к участию общественности в развитии городской среды. В нашем проекте мы действительно хотим показать разные аспекты дизайна. Специальный дизайн, социальный дизайн, экономический дизайн, процессный дизайн. Мы показали, как этот интегральный подход будет привлечь к более успешным и более эффективным результатам. Некоторые результаты будут получены в течение декабряных действий, но мы всегда будем в видеть в виду текабряную визию Томск как новый хуб для человеческого капитала. Это уникальный проект. Первое – проект международный. Второе – в этом проекте участвуют студенты и профессионалы разных отраслей знаний. Третий момент – это проект, в котором интегрированы не только зарубежные партнеры, но и партнеры вузовские, профессиональные предприятия. Это очень важно. Профессиональное сообщество и широкая общественность смогут следить за ходом проектов СМИ, в социальных сетях и профессиональных изданиях, а также через специальные открытые мероприятия. Все результаты проекта будут представлены в открытом шоуруме. Интересно будет наблюдать за изменениями на территории, как жители будут проявлять свою импровизацию, предприимчивость, изменится ли характер взаимодействия людей друг с другом, их привязанность к месту и как они будут наделять пространство своими смыслами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова